Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы разберем с вами такую меланому, как узловатая меланома, узловая меланома или надулярная меланома. Эта меланома занимает второе место по распространенности среди всех. На ее долю приходится чуть более 10% всех меланом. Это достаточно злокачественная опухоль. Она встречается в основном у белого населения. Чаще всего встречается на участках, закрытых от солнечного облучения, где мы, скажем, чуть позже разберем. Для нее более характерно не поверхностное распространение по коже, а рост сразу вглубь кожи. То есть ее можно с натяжкой назвать такой распространяющейся вглубь. Как правило, ее характеристика такая, что она представляет из себя достаточно крупный узел над поверхностью кожи, либо бляшку достаточно плотную, сильно вот такой вот возвышающейся над поверхностью кожи со своего именно роста вглубь. Она параллельно растет и наружу несколько. Иногда такая бляшка изъязвляется. Она относительно быстро метастазирует относительно поверхностно распространяющейся меланомы. И срок до метастазирования, как правило, это где-то от шести месяцев до полутора-двух лет. То есть она относительно быстро метастазирует относительно быстро становится истинно злокачественной. Ну и возникает она чаще всего либо из каких-то пигментных невусов или родинок, либо вообще на чистой коже. Как правило, подобная меланома возникает у лиц старше 50 лет, опять же преимущественно болеют соответственно европеоиды и достаточно часто почему-то она встречается у японцев. Какие есть факторы, которые способствуют развитию меланомы? Ну, во-первых, это различные невусы. Невусы опасны для озлокачествления, в частности, это диспластический невус, в частности, это врожденный новоклеточный невус. Что такое диспластический невус и что такое врожденный новоклеточный невус, вы можете посмотреть отдельное видео на нашем канале. Это наличие в семейном анамнезе, то есть у родственников меланомы. Это первый, второй тип кожи европейской, которые наиболее чувствительны к солнечным лучам, и это избыточная инсоляция. То есть те же факторы, которые, по сути дела, у всех меланом являются предшественниками. Как я сказал, уже развитие опухоли относительно быстро, оно в среднем занимает от шести месяцев до полутора лет. Что представляет из себя опухоль более подробно? Более подробно это узел, который похож достаточно сильно на ягоду черники, такой, то есть темного цвета, достаточно равномерно приподнятый над окружающей кожей. В ряде случаев это может быть также изъязвившаяся бляшка, то есть этот узел может просто изъязвляться, грубо говоря, и вверх этого узла изъязвляется, появляется язва, но окружение, так сказать, окружающие края остаются, получается, что эта бляшка становится изъязвленной. Также может образоваться такой вот полип на в виде подобной меланомы. Как правило, цвет подобной меланомы, в отличие от поверхности распространяющейся меланомы, однородный, он достаточно темно-синий-черный. Ну, бывают, конечно, иногда узловатые или узловые меланомы розового цвета и очень редко встречается беспигментный вариант узловой меланомы, но это крайне редкий вариант, когда она практически либо цвета кожи, либо красного цвета, ну и так далее. В отличие, опять же, от других форм меланомы, форма подобной узловой меланомы является правильной, как правило, овальная, округлая форма, с четкими границами, как и у любой меланомы. Локализация этой меланомы такая же, как у всех меланом, то есть наиболее часто это верхняя часть спины, как у мужчин, так и у женщин, это голени у женщин, это передняя часть бедер у мужчин, ну и реже остальные участки тела. Из поражения остальных органов необходимо отметить, что всегда необходимо осматривать лимфоузлы, они могут быть увеличены, особенно те лимфоузлы, которые ведают лимфооттоком, именно из данной области, где располагается конкретно эта меланома. Естественно, что в диагностике должны участвовать такие анализы, как соскоп-пневмо-коцитология, здесь он даже более, наверное, предпочтительный из неинвазивных методик, то есть методик не связанных с удалением, это анализ крови на белок С-100, это, соответственно, удаление меланомы, то есть реактивная биопсия, когда меланом полностью удаляется и делается уже потом гистологическое исследование. Вот такие вот основные диагностические критерии меланомы, этой формы узловой меланомы, ну, как я сказал, уже прогностически она более быстро распространяется, более быстро метастазирует, поэтому и действия дерматолога и пациента должны быть относительно быстрыми, но здесь и имеется достаточно страшный узел, сильно приподнимающийся над поверхности, которые достаточно активно беспокоят пациента, во всяком случае, внешне и пациенты, ну, если внимательны, то нередко обращаются к драматологу-драматонковому. Естественно, что методами лечения подобных меланом является сочетание удаления самой меланомы, широкое удаление соответствующих лимфатических узлов при их поражении и цитостатическая терапия противообухолим препаратом. При необходимости диагностики любых образований, подобных или похожих на меланомы, вы можете обращаться к дерматологам-драматонкологам нашего медицинского центра Платный КВД в Москве. Он нас принимает грамотные специалисты, которые обладают знаниями в дерматоскопии, так и необходимыми лабораторными методиками. Ждем вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.